Одной из особенностей корейской ситуации является то, что в Южной Корее проживает большое количество людей, ну, относительно большое, мы о цифрах тоже сейчас поговорим, которые являются выходцами из Северной Кореи. Их иногда называют перебежчиками, но я не люблю этот термин, отчасти потому, что коннотации в русском языке, ну, если мне не изменяют чувства языка, скорее негативные, а отчасти потому, что этот термин чаще всего используется по отношению к людям, ну, скажем так, по политическим мотивам, перешедшим куда-то. Но, как сейчас станет ясно, политика, в общем, ну, какую-то роль играет, но достаточно скромно. Во-первых, сколько же этих самых выходцев из Северной Кореи, живущих на юге? Ну, вот если посмотреть на последнюю статистику, на конец 2023 года, скажем так, да, с конца 1953 года, точнее, с июля, с конца июля 1953 года, то есть с момента подписания перемирия, соглашения о перемирии, которое положило конец Корейской войне, и до 31 декабря 2023 года, то есть сколько там у нас получается, что-то порядка 70 лет ровненько, да, на территорию юга прибыло 34 тысячи 100, ну, чуть меньше там, 34 тысячи 78, если я правильно помню, людей из Северной Кореи. Таким образом, получается, что вроде бы 34 тысячи человек, но все не совсем так. Дело в том, что значительная, ну, не значительная, но, скажем так, все-таки некоторая часть беженцев элементарно умерла. Кстати, умерших не так много, ведь все-таки 70 лет прошло с того момента, как включился, так сказать, счетчик беженцев. Умерших не так много по одной простой причине. До конца 90-х годов, как мы увидим, беженцев было очень и очень мало. То есть на начало 2000-х, это самая, так сказать, общая цифра, кумулятивная, составляла всего лишь тысячу человек. Чуть больше там, тысячу сто где-то. То есть почти все, вот эти 34 тысячи, из них примерно 33 тысячи прибыли в Южную Корею на протяжении последних 20 с небольшим лет. И, соответственно, по возрасту, так сказать, особо-то они постареть, просто умирать не успели. Тем не менее, все-таки кто-то, значит, скончался по старости, кто-то уехал в третьи страны. Таковых довольно много. Так что по оценкам сейчас реально в Южной Корее проживают порядка 30 тысяч. Порядка 30 тысяч, плюс-минус немножко, выходцев из Северной Кореи. Причем эмиграция в Северную Корею существенно отличается от эмиграции в, скажем, миграции времен Холодной войны. Сейчас немножко объясню, почему. Почему? Значит, начать, наверное, вот с чего надо. Хотя с 1953 года начинается отсчет, включился, так сказать, счетчик беженцев, по большому счету до середины 1990-х годов количество беженцев было совершенно незначительным. Ну, речь шла о том, что в год прибывало в Южную Корею, ну, до 10 человек в год. Это очень мало, потому что, как мы увидим, на пике около 2010 года миграция составляла 3000 человек. То есть это 300, а то и все 500 раз выше нормы для 60-х, 70-х, 80-х годов. Причина проста. Физически бежать с севера на юг было тогда крайне затруднительно. Дело в том, что так называемая демилитаризованная зона, военно-демаркационная линия, которая разделяет корейский полуостров и которая служит фактической границей между севером и югом, Так вот, эта линия являлась практически непроходимой где-то с 60-х годов. Ну, то есть разведгруппы спецназа в обе стороны, конечно, ходили, но для этого их специально готовили, и у них была информация, которой ни у кого другого не было и быть не могло. А так это несколько километров, полоса шириной несколько километров, с минными полями, системами наблюдения, системами сигнализации и большим количеством постов, на которых руководствуются принципом «Сначала стреляем, потом спрашиваем». Таким образом, для неподготовленного человека переход границы по суше на юг был невозможен. На море. На море тоже существовали и существуют, кстати сказать, до сих пор это в общем система работает, очень жесткие ограничения. Начать с того, что на протяжении большей части, почти всего побережья Северной Кореи, доступ к побережью просто запрещен. То есть вдоль пляжа, по его, так сказать, дальней от моря стороне, по дальней от моря кромке, просто проходит линия проволочных заграждений и контрольно-следовая полоса. Для того, чтобы выйти на пляж в Северной Корее, в общем, нужно либо выходить на пляж в тех местах, где это разрешено, и там, естественно, все охраняется, либо иметь специальное разрешение. Так что на корабль особо не сядешь, а еще и патрули, и еще достаточно неблагоприятные течения. Третий путь – это через границу с Китаем, ну и малюсенькую границу с Россией. Но этот вариант вообще в те времена не работал, потому что Китай, ну вот, ушел бы, допустим, в 75-м или там, в 68-м году кореец в Китай. Ну, во-первых, его китайцы тоже бы тут же сразу поймали и отправили, скорее всего, обратно, где его ждало тюремное заключение, потому что в те времена переход границы, просто даже в Китай, это было серьезное дело, и каралось это несколькими годами тюрьмы. Укрыться в Китае было невозможно. Во-первых, в стране очень неплохо работала собственная полиция, которая таких людей отлавливала, как подозрительных. А во-вторых, никакой работы в Китае тогда не было. То есть, короче говоря, в то время, кто мог бежать до где-то начала 90-х годов из севера на юг? Это люди, у которых была соответствующая подготовка. Это были те же, скажем, военнослужащие, которые охраняют границу. Время от времени перебегали летчики, угонявшие свои самолеты. Наконец, время от времени уходили на юг дипломаты и вообще люди, которые, так сказать, по роду работы могли бывать за границей. Надо помнить, что, опять-таки, с конца 50-х и до начала 2000-х выезд из Северной Кореи за границу по личным причинам был запрещен. То есть, нельзя было куда-то уехать, а потом убежать. Ты мог выезжать только в командировку со всеми вытекающими. Все это стало меняться в начале 1990-х годов, когда, по большому счету, открывается китайская граница. Там еще было несколько причин, о которых они все-таки куда менее важны. Мы на них просто тратить время не будем. Поговорим о границе с Китаем. Дело в том, что физически граница, она была вообще абсолютно прозрачной. Когда я впервые там оказался, я даже удивился, настолько это не походило на мои представления границ. Это был где-то 2005-2006 год. Во-первых, граница проходит по двум рекам. Амнакан или китайское чтение. Я даже не сказал китайское название. Название это, если писать иероглификой, то оно одинаковое. Просто китайцы читают эти три иероглифа по-своему, а корейцы по-своему. Так вот, значит, река Ялудзян, она же Амнакан в корейском чтении, и река Туманган, Тумандзянь. Ее еще иногда на русский лад называют рекой Туманная, хотя к Туманам название никакого отношения и не имеет. Это какое-то манжурское слово, не помню, какое. Так вот, эти реки в нижнем течении довольно широкие. Тут Амнакан, он в нижнем течении, там, почти километр. Но на большей части течения они узкие и мелкие. Зимой, зимы там холодные, они замерзают, и несколько месяцев они покрыты льдом, по которому перейти не составляет никакого труда. Кроме этого, летом значительная часть, на реках, на среднем верхнем течении довольно много просто мест, где их можно вброд перейти. А там, где нет, там это, в общем, не очень широкая речка и не очень глубокая, хотя быстрая, быстрая и холодная, как все горные реки. Никакого инженерного оборудования границы в Китае, с китайской стороны, до 2010 года не было. То есть, я повторяю, что меня это поразило, когда я там оказался, когда я проехал несколько сот километров. Я потом, в принципе, бывал в тех местах, начиная с 2005 года, более-менее ежегодно, вот до последней эпидемии ковида. Я убедился, меня это просто, конечно, совершенно поразило. Можно было проехать вдоль границы, я там арендовал автомобиль с водителем, сам я в Китае водить никогда так и не решился. Хотя, наверное, не так уж сложно, но как-то духу не хватило. Так вот, значит, арендовал автомобиль, проехал 150-200 километров, за это время только один раз убедил патруль. Ни проволочных заграждений, ничего. То есть, к реке можно было тогда подойти в любой точке, кому угодно. Я подходил спокойно, практически вдоль пограничной реки. Так вот, когда в Корее в конце, простите, в середине 90-х годов начался голод, голод 96-99 годов, люди стали в больших количествах уходить в Китай. Уходили они в основном просто по экономическим соображениям, спасаясь от голода. И уходили люди через эту плохо охраняемую границу. В основном это были жители, или, как мы сейчас увидим, в основном жительницы, а не жители, жительницы приграничных уездов. Если посмотреть на состав, географический состав иммиграции, северокорейской иммиграции в Китай, мы увидим, что там где-то порядка 85-90% это выходцы из приграничных районов. То есть людей из центральных районов страны, тем более из Пиньяна, там очень мало. В том числе потому, что свободы передвижения по Северной Корее особой не было, потом, правда, возникло де-факто. Но в любом случае добраться до границы было им довольно сложно. То есть люди стали переходить. Уходили они по совершенно обычным экономическим соображениям. То есть политики там либо не было вообще, либо ее было очень и очень мало. Люди уходили в Китай. Этот поток пошел где-то в 96-м году, когда реально дома просто, скажем так, жрать нечего стало. А в Китае, наоборот, к тому времени раскрутились реформы. Китай, приграничные районы Китая, которые исторически жили хуже, чем Северная Корея еще в начале 70-х, к тому времени превратились в процветающие по корейским меркам районы. Кроме этого, к тому времени появилась там частная экономика. То есть беженец мог прийти в Китай, прийти в китайскую деревню, и наверняка он мог там найти какую-то работу. Разумеется, это была работа гастарбайтера. Разумеется, это была такая работа, которую сами китайцы брать на себя не хотели. Работа класса «Круглая Китай», «Плоская Китай». Конкретнее работали в основном эти самые беженцы-гастарбайтеры, нелегалы-гастарбайтеры. Они работали, если мужчины, то строительство, но только самое мелкое, мелкие бригады. Женщины – это на кухне, уборка, домашняя прислуга. То есть такого рода работы в основном. Неквалифицированные платили в начале нулевых, где-то там в 2000-2005 году, платили где-то порядка 50 долларов в месяц. Это были безумные идеи для корейцев, тем более, что обычно хозяин предоставлял, так сказать, какое-то питание, достаточное, и жилье. То есть я много разговаривал с людьми, которые туда переходили, и, конечно, у них было совершенно, у них буквально крышу сносило. Когда они видели китайские города, которые, как им казалось, были залиты светом по ночам. Они, по нашим меркам, очень мрачные были, и города эти, и они часто не очень яркие тогда. Но для Северной Кореи, где тогда уличное освещение вообще практически отсутствовало как явление, за исключением за пределами Пхеньяна и нескольких самых крупных городов, и там, где оно было, оно очень часто отключалось в 10-11, а тут круглую ночь освещено, все сияет. Разумеется, запахи, еда совершенно невероятные. Все едят рис, потому что, когда говорят, что бедные северокорейцы едят рис, только рис. Нет, они не едят рис. И рис едят успешные северокорейцы. Рядовые северокорейцы никакого риса не едят, они как миленькие едят кукурузу и ячмень, если повезет. В те времена и кукурузы с ячменей не хватало. То есть люди, конечно, приходили в Китай, находили работу, отъедались. При этом любопытный момент. Подавляющее большинство людей, которые уходили тогда в Китай, они не собирались вовсе перебираться в Южную Корею. Мысль такая у них приходила в голову обычно уже в Китае. Дело в том, что для жителей пограничных районов севера, которые, ну, в общем, такие достаточно простые люди, для них что было такое тогда Южная Корея? Ну, это страшная страдающая колония американского империализма. И мысль о том, что туда уйти, она просто, ну, вот как-то вот такой мысли у большинства не было. Тем более, что, повторяю, большинство из них было движимо исключительно экономическими соображениями. Ну, насколько можно сочетать уход от голода экономическими соображениями. То есть, уйти из голодающей деревни, немножко отъесться, немножко заработать денег и прийти обратно с деньгами для своей семьи, потому что очень часто уходили женщины. Мужчине было сложнее уйти, мы об этом тоже немножко поговорим. И, соответственно, они начинали там зарабатывать деньги, какие-никакие. Большая часть, кстати, да, я забыл сказать о цифрах. Ну, точных оценок нет, потому что нелегалов, кто же нелегал это сосчитает? А я бы сказал, плохо тот нелегал, которого сосчитали. Но приблизительные оценки были. На пике вот эта вот нелегальная гастарбайтерская община северокорейцев в приграничных районах Китая, это восточная, северо-восточная Манчжурия, она достигала примерно 200 тысяч человек. Этот пик был где-то в районе 2000 года, то есть в самом конце северокорейского голода или сразу после него, когда голод в Северной Корее в общем прекратился, а люди, которые выехали, они еще возвращаться в больших количествах не начинали. Потом они стали возвращаться. Какое-то количество, и довольно большое, в итоге попадалось китайской полиции, и этих людей просто выдворяли обратно. Правда, надо сказать, что где-то около 97-98 годов северокорейские власти изменили свое отношение к побегам за границу. Побег за границу перестал считаться серьезным политическим преступлением, как в былые времена. Ну, не политически, он, кстати, по уголовному кодексу проходил, не как политически, но перестал считаться серьезным правонарушением. Он стал считаться лишь административным правонарушением, которое наказывалось в административном порядке. Обычно это было несколько месяцев административного ареста. В Северной Корее есть такие, скажем так, тюрьмы облегченного режима Тальонде, куда людей отправляют по упрощенной судебной процедуре, фактически без судебной процедуре в административном порядке на срок до года. Но обычно всего лишь несколько месяцев. Вот там выданные обратно из Китая перебежчики или те, кого ловили при переходе границы, в итоге оказывались. Правда, проводилось следствие, пытались выяснить, не были ли эти люди связаны с чем-то предосудительным. То есть, не общались ли они с южнокорейцами в любой форме, не было ли у них контактов с миссионерами, потому что беспокойство по поводу возможного проникновения в страну христианства, это у северокорейской стороны довольно серьезная тема. Соответственно, их это тоже волновало. Если, так сказать, могли немножко побить на допросах, причем в основном мужчин, а большинство беженцев женщины. Женщины так, по воспоминаниям, так сказать, ну, орали, хамили, ну, максимум, там, пару пощечин давали. Мужчины могли сильно побить, зубы повыбивать. Но если ты, так сказать, выплевывая зубы говорил, согрешил, так сказать, виноват, пошел от голода, никаких южнокорейцев я там в жизни не видел, работал на свиноферме, и, так сказать, что такое христиане, какие христиане, вообще не знаю, что это такое. Ну, обычно особо не разбирались, отбыл свои несколько месяцев и свободен. После чего люди, да, конечно, это портило анкету, но, как мы сейчас увидим, большинство тех, кто уходил в этот период, это, скажем, с конца 90-х, ну, даже середина, с 96-го где-то до 2019-го года, они особо по поводу своей анкеты не волновались. Дальше. Потому что они были не из тех социальных слоев, которым нужно было беспокоиться о бумажках. Дальше. Дальше. Какая-то часть выдавалась. Большая часть, хотя статистики тут нет, но у меня так вот по довольно активному в свое время, сейчас много меньше, общению с этими социальными слоями, у меня создалось впечатление, что, ну, может быть, там, три четверти. Они вернулись сами, потому что это был их план, они уходили в Китай просто заработать деньги. Были люди, которые ходили туда-обратно. Я знаю одного парня, ну, он сейчас уже не парень, ему уже так сильно за 30, но он был молодой парень, беспризорник, родители в голод умерли, и он постоянно ходил на работу в Китай. Когда ему в Китай надоедало, он возвращался обратно, а потом опять, он где-то дюжу, где-то больше десятка, наверное, там 10-12 раз границу переходил. Тем более, что, так сказать, подростку было это сделать существенно легче. То есть, большинство вернулось, вернулось со своими деньгами, тем более, к тому времени в Северной Корее на эти деньги можно было бы уже бизнес небольшой завести, и на этом как бы все и закончилось. Однако, некоторое количество людей, побыв в Китай, некоторое количество северокорейцев обнаруживали, что Южная Корея – это интересное место. Они обнаруживали, что Южная Корея живет хорошо, им вдобавок говорили о том, что Южная Корея помогает тем, кто приедет. Им назывались суммы, которые, пособие, которые им полагалось выплатить после приезда, и от этих сумм у них, конечно, глаза лезли на лоб, потому что по их меркам это были какие-то совершенно безумные деньги. Они не совсем понимали, что Южная Корея и цены тоже соответствующие. Так что, в любом случае, какое-то количество людей принимало решение перейти в Южную Корею, а не возвращаться домой. Ну, у кого-то были дома проблемы самого разного рода. Кто-то бежал от политических преследований, кто-то от каких-то уголовных дел. Хотя это не всегда могли быть уголовные дела, зачастую это был какой-нибудь предприниматель, который откат мне там удал. Знаю я людей, по меньшей мере, два случая женщин, которые элементарно просто, так сказать, после развода уходили и не хотелось возвращаться и так далее. В любом случае, человек, находящийся в Китае, северокорейский гражданин, решал, что он должен отправляться на юг. И вот тут начинались проблемы. Дело в том, что эти беженцы, в общем, знали, что северокорейские власти очень даже позитивно относятся к тем южнокорейцам, которые собираются с юга перейти на север. Таких случаев было довольно мало. Ну, где-то до конца 80-х было почти столько же, сколько с севера на юг, столько же с юга на север. Где-то 5-7, максимум 10 в год. Потом, конечно, количество желающих с юга бежать на север несколько сократилось, до буквально там 3-4 человек в год. А количество двигающихся в противоположном направлении увеличилось до нескольких тысяч. Но, тем не менее. Так вот, значит, северокорейцы знали это, и они исходили из того, что южнокорейские официальные представительства их радостно встретят. Однако, они довольно быстро обнаруживали, что приходил человек в посольство, и в посольстве говорили ему, что, ну, вот, говорил, приходил, говорил, типа, я хочу жить на юге, ну, хорошее желание, до свидания. Все. Обнаружилось, что южнокорейские дипломатические представительства в большинстве случаев не оказывают помощи тем беженцам, северокорейским беженцам, которые хотят уйти на юг, в том случае, если эти беженцы не представляют политической ценности. То есть, условно говоря, если в южнокорейское посольство где-нибудь в 2005 или 2010 году приходил полковник северокорейских спецслужб, и даже обычный армейский полковник, то его, конечно, принимали, и посольство организовывало его выезд в Южную Корею. А вот подавляющее большинство тех, кто приходил, это были обычно крестьянские тетеньки средних лет. И вот им рассчитывать на помощь довольно сложно было, то есть вообще было нельзя. Формально это объяснялось тем, что участие слишком активное в эвакуации беженцев с территории Китая приведет к дипломатическим осложнениям в отношениях с Китаем, а этими отношениями Южная Корея тогда очень дорожила. Ну, по экономическим соображениям, это большой рынок, у них были большие инвестиции, дешевая рабочая сила, все такое. Ситуация, впрочем, я думаю, была более сложной. Дело в том, что к тому времени политическая необходимость у Южной Кореи в том, чтобы принимать беженцев с севера, сократилась. Их до конца 90-х, даже до середины 90-х активно принимали, потому что они были как бы живым подтверждением экономического, социального, культурного превосходства Южной Кореи. Вот к нам же бегут, а в обратную сторону нет, значит, мы правильны. Но эта точка зрения, точнее, необходимость доказывать это, к середине 90-х исчезла. Южно-корейская элита в значительной своей степени просто стала игнорировать Северную Корею и, по крайней мере, спорить с ней о том, у кого система правильнее, уже никто не собирался. Все, в общем, пришли к выводу в Южную Корею, включая все большую часть даже левых оппозиционных сил, включая радикально левых, околокоммунистических, что все-таки система в Северной Корее не очень хорошая. И как бы на этом успокоились. С другой стороны, по националистическим соображениям, из соображений государственного национализма, который, нравится это нам или нет, является де-факто идеологией, что на юге, что на севере, пусть в несколько разных формах и несколько разной крепости и крутизны, но это национализм, официальная идеология. Так вот, из этих соображений отказать, вот сейчас чуть позже я объясню, почему, отказать желающим попасть в Южную Корею гражданам КНДР, гражданам Северной Кореи, правительство Республики Корея, то есть Южной Кореи, не могло. Поэтому началась обычная в таких случаях технология такой вот дистанционной фильтрации. Ну, это как, когда вы приходите в аэропорт и садитесь на самолет, у вас при регистрации обязательно проверят визу. А проверят это потому, что любая авиакомпания несет ответственность, отвечает карманом, деньгами за любого пассажира с неправильно оформленными визами. То есть, иначе говоря, за любого потенциального беженца, ну, скажем, осторожнее, нелегального эмигранта. Такая хорошая технология. То есть, не возникает ситуации, потенциально принимающей какую-нибудь благополучность европейской страны, выпихивать нежелательного эмигранта из аэропорта, что шумно, громко и может сильно негативно повлиять на имидж. Его фильтруют на дальних подступах тихо и без лишнего шума. Вот то же самое происходило и с посольствами. То есть, Южнокорейское посольство и другие дипломатические миссии в Китае попросту отфутболивали, не оказывали никакой помощи эмигрантам. Иногда, правда, на первых порах эмигранты организовывали демонстративные прорывы, силовые прорывы посольства. И тогда южнокорейским дипломатам, южнокорейскому МИДу ничего не оставалось, кроме как их принять. Потому что с точки зрения формальной, с точки зрения южнокорейского права, никакого северокорейского государства не существует. Никакого северокорейского гражданства тоже не существует. Любой гражданин КНДР по определению с момента рождения является гражданином Южной Кореи. И отказать таких людям было нельзя. То есть, если они так эффектно перед телекамерами врывались в посольство, ну, все, их отправляли. Но тут отреагировали китайцы. Они резко усилили охрану посольств. Причем подстроили, так сказать, охрану. Тем более, ведь беженцы северокорейские врывались не только в южнокорейские посольства, но и в посольства некоторых других стран. Китайцы резко усилили охрану, и подобные прорывы где-то с начала, ну, там, там, с 2002-2003 года стали технически невозможными. Так что вот, получалось, что вот, представляете, где-нибудь там, ну, в 99-м, или 2005-м, или 2012-м году уходил кореец, обычно такой довольно простой человек средних лет, чаще всего у женщины в Китае на заработки, обнаруживал, или точнее, обнаруживала, что в Южной Корее хорошо, по тем или иным причинам принимал решение, что лучше домой не возвращаться, и понимал, что, а теперь-то что? Рассчитывать на помощь посольства не приходится. С течения времени слухи распространились, люди стали это понимать. Рассчитывать надо на самого себя. А как? Дело в том, что в то время, как посольства в Китае не принимали беженцев, посольства в других странах, южнокорейские, в том числе и в Юго-Восточной Азии, это Бангкок, это Ханой, и в Монголии, в Ланбаторе, посольства беженцев принимали. То есть, когда в эти посольства приходил человек, являвшийся северокорейским гражданином, с соответствующими бумагами, то есть, он мог доказать, что он является северокорейским гражданином, его брали, ему выдавали проездные документы, так сказать, одноразовые, ему выдавали билет и благополучно отправляли в Южную Корею. Соответственно, задача заключалась в том, чтобы потенциальному беженцу нужно было как-то добраться либо до Юго-Восточной Азии, в первую очередь до Бангкока, либо же до Монголии. Второй маршрут был существенно менее распространенным, менее обычным, в том числе и потому, что он был физически более опасным. Он предусматривал пересечение пустыни Гоби, и люди там гибли в довольно больших количествах, заблудился и погиб, это была обычная ситуация. Ну, есть известный фильм «Кроссинг», он посвящен, кстати, там очень типичная история, там, северокорейского рабочего, шахтера, который ушел в Китай, а потом в Южную Корею, не потому, что он хотел бороться за свободу и протестовал против режима Ким Ир Сен, он тогда уже Ким Чен Ира, потому что ему нужно было просто добыть лекарства для жены, антибиотики. Вот сначала он пошел в Китай, обнаружил, что там антибиотики только рыночные, дорогие, пошел в Корею, переслал, уже было поздно, жена, умерла, попытался вытащить сына, сын погиб при переходе границы. Это, конечно, такая мелодраматическая история, но она хорошо снята, во-первых, а во-вторых, она в общем и целом достаточно правдива, подобные ситуации бывали сплошь и рядом. Так что основная дорога, это была дорога через Юго-Восточную Азию. Ну, это, как говорится, проще сказать, чем сделать. Давайте посмотрим. Значит, наш бешенец, это, как правило, женщина, 70-75% случаев, в возрасте, так скажем, от 30 с небольшим до 50, с неполным средним или средним образованием, с нулевым знанием языка, хотя, если она некоторое время жила в Китае, она могла к поводу китайского немножко нахвататься, и с достаточно ограниченными средствами. И вот ей необходимо пересечь Китай, весь Китай, с севера на юг, добраться до границы, скорее всего, с Лаосом, самый распространенный, другие варианты тоже, но лучше всего Лаос. Значит, под джунглем перейти эту границу, добраться до Меконга, сплавиться по Меконгу, опять перейти границу уже с Таиландом, и там в Таиланде уже можно либо являться в посольство, либо просто сдаваться местной полиции, которые после этого бумаги будут переданы в посольство, в Таиланде это уже безопасно. Так вот, причем по всей этой дороге людей могли перехватить, у них могли проверить документы и так далее. А в том же Лаосе совершенно нормальной практикой было вымогательство. Полиция тормозила беженцев и говорила, если не дадите взяток, говорил лаосский полицейский, то мы, значит, вас обратно выдаем в Китай, но он отлично понимал, что они не китайцы, а китайцы вас выдадут в Северную Карию. Так что гоните денежку. Так вот, такой вот побег. Как вы понимаете, для одиночки организовать его было практически невозможно. Некоторое время организация таких вот побегов через Китай, то есть когда беженцы собирались в группу, в кучку где-то в Манчжурии, потом вывозились, доставлялись, там были разные хитрости, они в разное время менялись, не будем об этом рассказывать, о чем-то еще рано говорить, как говорится, время не пришло, а большая часть уже, так сказать, рассказывать можно, но времени нет. Так вот, значит, перебирались они, добирались они до вот этой группы, до Китая, простите, до границы Китая с Лаосом, они добирались, организации этих групп занимались, сначала добровольцы, которые симпатизировали всем беженцам из разных соображений, это чаще всего были христианские организации, тут очень много делали христианские церкви, южнокорейские и разных стран. Однако, однако, довольно быстро, довольно быстро, весь, все эти вот дела с побегом, где-то к году, к 2002, 2003, 2004 окончательно, превратились в чисто коммерческие операции. То есть, эти организации побегов стали заниматься так называемые брокеры. Это люди, которые подобные побеги организовывали за деньги. То есть, человек приходил к брокеру и говорил, вот есть такая, как говорится, тема. Вот где-то там вот есть у нас человек, там тетушка 50 лет, она работает в столовой в маленьком городке у границы, где-то в Манчжурии, ее нужно вывезти в Южную Корею. Ну, брокер говорил, нет вопросов. И называл цен. Цена до существенного ухудшения ситуации, буквально в последние годы, на протяжении почти 20 лет, где-то с начала нулевых и до конца десятых, цена была, условно говоря, стабильной. Цена порядка 3-3,5 тысяч долларов. Это, так сказать, побег экономическим классом. Что эти, да, я повторяю, что это речь идет о той ситуации, когда беглеца забирают уже на территории Китая. Как она выбирается из Северной Кореи, это отдельная история, которая поначалу, когда граница не контролировалась, была очень простой, легкой, а потом она стала более чем сложной. Так вот, значит, 3 тысячи долларов – это простейший вариант побега. Это опция дешевая, экономическая опция. Она предусматривала, что человек садился, так сказать, его садили в автобусы, обычно его из Маньчжурии на автобусах выдергивали, потому что на дорогах почти не было проверок, а на железных дорогах всегда был риск налететь на проверку на вокзале. Так вот, его вывозили, и вместе группа, точнее, собиралась группа, 5-10-15 человек, их вывозили из Маньчжурии, дальше обычно поездом везли до границы с Лаосом, до приграничного района, дальше их провожили через границу, профессиональные проводники, то есть решали весь этот цикл, исплавляли по Меконгу и доводили до Таиланда, и там сдавали 3 тысячи долларов. Был и более дорогой вариант, который в этот период, повторяю, с начала нулевых и до конца десятых, стоил порядка 10-15 тысяч долларов. Это был, так сказать, побег класса люкс. Класс люкс – это побег с самолетом. То есть человеку выдавался иностранный паспорт, поэтому такая цена, большая часть этой суммы, уходила на организацию поддельного паспорта. Это чаще всего был южнокорейский паспорт, то есть кто-то из южнокорейцев за деньги заявлял о подделке паспорта, потом там переделывался с фотографии, он подделывался, и люди вывозились. Это первый вариант. Да. И, простите, это вот второй вариант, такого вот дорогого паспорта. То есть человек получал паспорт, по паспорту вылетал из какого-то китайского аэропорта, чаще всего лучше не Пекин, в Пекине контроль был слишком жесткий, в Южную Корею, и там по прибытии сдавался властью. Таким образом, вот эти два варианта привели к тому, что количество беженцев стало быстро нарастать. Если до начала 90-х мы говорили о единицах, 5, 7, 3 побега в год, то в 90-е годы это были уже десятки, а к концу 90-х сотни, на пике около 2010-го года количество бежавших составило примерно 2,7-сот, нам под 3 тысячи, чуть меньше 3 тысяч человек в год. Потом количество беженцев стало сокращаться. Но прежде чем мы будем говорить о том, почему оно сокращалось, сначала, наверное, нужно сказать несколько слов о социальном составе беженцев, во-первых, и о том, что с ними происходило уже по прибытии на нужное место. Значит, я уже несколько раз мимоходом говорил, что одна из самых интересных особенностей это преобладание женщин, которые на настоящий момент составляют среди всех беженцев 72%. То есть это достаточно необычная вещь, потому что, если мы посмотрим, практически везде мы имеем дело с ситуацией, когда среди беженцев, беженцев с беженством, это, условно говоря, дело мужское, а в Корее, это, в Северной Корее, это дело женское. С чем это связано? Ну, тут несколько причин есть. О некоторых принято говорить, о других говорить, по причинам, которые скоро станут понятными, не принято. Если говорить о тех причинах, по которым принято. Дело в том, что в старой северокорейской системе за женщинами вообще следили существенно меньше, чем за мужчинами. То есть их контролировали в существенно меньшей степени, чем мужчин. Женщине было, во-первых, проще элементарно, скажем так, исчезнуть. То есть мужчина, если он куда... Любой мужчина был обязан ходить на работу. И если он ходил на работу, то в таком случае, если он не выходил на работу без должной причины, то возначинали какие-то проблемы. Кроме того, нахождение мужчины в тех или иных местах около границы вызывало большее желание проверить у него документы, чем у женщин. То есть женщины были проще там потеряться. Это особенно стало явным в середине 90-х, когда в Корее начинается, в Северной Корее начинается стремительный рост мелкого частного бизнеса, когда вся... когда, я бы сказал, лозунг дня торгуют все. Все и всем. И когда, ну, по оценкам, сказать, до 80% доходов бюджетов в северокорейских фирмах, в происходящих семьях, это частные, это частные доходы, доходы от частной экономической деятельности разного рода. И фактически так получилось, опять-таки, из-за ослабленного контроля, что этим занимались в Северной Корее в основном женщины. И, соответственно, женщина, которая где-то там находится вдали от своего дома, она не вызывала подозрений, в том числе и потому, что она всегда могла сказать, я по торговым делам поехала, я поехала закупить партию обуви там на рынке оптовом где-нибудь там в Роджине, чтобы потом у себя дома продать. Это было правдоподобно, если еще небольшая взятка, то вопрос решался. То есть, женщине было элементарно проще добраться, проще перебраться. Риск был меньше, существенно. Вторая особенность заключалась в том, что непосредственно, непосредственно в Китае женщине было проще найти работу. Дело в том, что большая часть вот этих вот гастарбайтерских работ, которые открылись в Маньчжурии в 90-е, на которых, собственно, северокорейские нелегалы-мигранты и работали, это были, скажем так, условно-женские работы. Это была сфера обслуживания, это были посудомойки, это были официантки в ресторанах, это были служанки, это были сиделки, это были няни, то есть это были в основном женские работы, и найти работу тоже было существенно проще. Да, я, кстати, сказать, забыл об одном важном обстоятельстве упомянуть, это реально было важно и очень важно это остается. Дело в том, что вдоль границы, на китайской стороне границы, находятся территории, на которых корейцы, этнические корейцы, граждане Китая, но этнические корейцы являются преобладающей группой. То есть, когда, вот, скажем, беженцы переходили границу, они оказывались Китаю, но это был Китай, в котором, если не все, но большинство, свободно говорило по-корейски, потому что, в отличие от других этнических корейских общин, этнические корейцы Китая сохранили свой язык. Это вот, значит, вторая особенность, что работа была, и занимались обычно в корейские семьи, в корейские предприятия, это, кстати, к мужчинам тоже относится. Однако, самое интересное обстоятельство, о котором, ну, как бы, не очень говорят, это то, что у женщин была возможность спокойно и относительно безопасно существовать в Китае, используя такую тактику, которая для мужчин была недоступна. Я не говорю о работе в секс-индустрии, хотя это тоже имело место довольно часто. Нет, речь идет о сожительстве с китайскими мужчинами, о де-факто брахах с гражданами Китая, опять-таки, иногда корейского, то есть, чаще всего этнические корейцы, иногда даже и этнические ханьцы. С чем это связано? Дело в том, что в Маджурии, из Маджурии происходит, с деревень Маджурии уже довольно давно идет активный отток невест. Дочери из крестьянских семей не хотят оставаться в своих деревнях, хотя некоторые из них весьма зажиточны по китайским меркам, они у их, так сказать, манят яркие огни городов. А вот парни обычно остаются на хозяйстве. В результате в деревнях, внутри деревень возникает серьезнейший половой дисбаланс. Парней много, девок мало. И через какое-то время, когда, так сказать, парни из 20-летних превращаются в 30-летних, обнаруживается, что какая-то их часть заведомо найти себе жену не может, потому что никакая горожанка в деревню отродясь не поедет, по крайней мере, за исключением каких-то особых случаев, а здесь не особые случаи. Большая часть этих китайских крестьян, у которых были проблемы, это люди с проблемами. Причем у себя в деревне, у них в родной деревне, об этих проблемах отлично знают. Это может быть человек, скажем так, склонный к выпивке, к наркотикам, в деревнях они есть, особенно в этой части Китая, к игре, это большая проблема, лудомания в Китае, лентяй, а иногда просто может быть и инвалид. И когда там на двух парней одна девка, она, естественно, не пойдет за такого уже добавок еще пожилого бабыля. Поэтому возникала ситуация, когда они просто приглашали, организовывали выезд, иногда целенаправленно, иногда обманом заманивали женщин из Северной Кореи. То есть какая-то часть женщин заранее выезжала с пониманием того, что они собираются там выходить замуж, а какая-то часть думала, что едет на работу. Ну, я вот помню, как-то вот уже довольно давно, уже около десяти лет назад, я в Китае разговаривал, ну, просто мне организовали там встречу, просто попросил с живущей там семейной парой, то есть женщиной, точнее, я хотел встретиться, одной из вот этих эмигрантов со стажем нелегализованных. Она приехала, и приехала с мужем, который как бы подстраховывал, навстречу приехал, ну, мало ли что, какой-то иностранец, все такое, и она разговаривала, рассказала о том, как она в свое время пошла просто заработать деньги, то есть ей сказали, совершенно, кстати, правду сказали, что в Китае можно там за сезон поднять, ну, там, пару сотен долларов, а то и три сотни, четыре, для тогда, для тех мест в Северной Корее, это очень серьезные деньги. она пошла и тут же обнаружила, что ее, так сказать, тут же продали в жены, в местную корейскую, этнические корейскую, граждане, они, естественно, граждане Китая, семью, и бежать нельзя, потому что, ну, если она бежит, ее тут же перехватит полиция, она там ничего не знает, ничего не понимает, и, дача, а, и что семья, это, чтобы ее обеспечить, чтобы заплатить брокеру, который таким образом, вот жен доставлял, семья, соответственно, занималась, во-первых, сбором лекарственных трав в горах, которые продавались китайской, травы китайской медицины, за неплохие деньги, а, во-вторых, они вырастили жирную пищевую собаку, которую продали, за тогда, это дела давние, тогда за 900 юаней, это было, ну, 900 юаней уже было много, но тогда это вот были суммы, за которые жену можно было там несколько тысяч юаней, приобрести таким образом, и такая вот история, и я ее слушаю, и я потихонечку начинаю вдруг понимать, по реакции, потому как они, так сказать, друг на друга глядят, эти люди, ну, насколько можно судить, ну, я там не чтец в сердцах, но очень хорошая семейная пара, и вдруг я понимаю, что я услышал историю, типа, как, папа встретил маму, потому что обнаружилось, что вот она потом жила благополучно, и насколько я знаю, ну, не знаю, что сейчас, думаю, они сейчас благополучно живут, получилась очень удачная, очень хорошая семья с этой историей, действительно, многие из северных кореянок, попавших таким образом в жены, они потом живут очень даже неплохо, и известны случаи неоднократные, то есть, я просто сам знаю, когда, скажем, жена, вот такая вот незаконная жена, она незаконная, потом сейчас объясню, к нему засада, значит, северокорейская жена китайского крестьянина попадалась к китайской полиции, поскольку у нее не было никаких документов, она выдворялась в Северную Корею, там она проводила несколько месяцев в тюрьме и благополучно возвращалась в Китай к семье. Известен другой случай, когда, просто, так сказать, опыты, рассказы, личных встреч, там наоборот было, там что получилось, там муж, все было хорошо, значит, они жили, все здорово, дети были, все, и муж уехал, он же этнический кореец, Китая, и для них очень легко получить рабочую визу в Южной Корее, он уехал в Южную Корею зарабатывать деньги, а пока он уехал, когда он уехал, жена попала к какому-то полицейскому патрулю, ее выставили обратно, он вернулся, собрал деньги, организовал брокеры, взятки по гранцам за переход границы, то есть она как только вышла из вот этого Тальонде, из места отбывания административного заключения, но они договорились, а как договорились, спросите, как связь, по китайским сотовым телефонам, если есть деньги, можно говорить, за границей, но для этого нужен китайский сотовый телефон, не к северокорейской сети, подсоединенной к китайской, при границах он работает, но они договорились, что, значит, она там сколько-то времени проведет у родителей, а потом он ее через границу вытаскивает, он вытащил, но они подумали, что такая ситуация, что, так сказать, ходить в непонятном статусе в любой момент могут опять арестовать, и не факт, что опять все хорошо обойдется, что это им не очень нравится, и они просто переехали в Южную Корею просто из-за этой ситуации. С другой стороны, да, я уже говорил, что формально этих женщин на территории Китая нет, хотя я говорю о браке, который иногда редко, он оформляется даже формальной свадьбой, хотя это очень редко обычно этим не заморачиваются, но с точки зрения, с точки зрения китайских властей, это никакой не брак, потому что этих женщин на территории Китайской Народной Республики нет, у них нет документов, они юридически, легально, они являются призраками, и, соответственно, это не брак, а сожительство. Правда, сейчас нам стало сложнее, но до недавнего времени, но иногда и сейчас, есть способы оформить этих женщин, их легализовать, договориться с местной администрацией, заплатить какие-то взятки, и в таком случае, если женщина прожила довольно долгое время вот в таком фактическом, гражданском, что ли, как у нас сейчас неправильно говорят, браке, с китайцами она может получить китайский, ей делали разными, не совсем законными или совсем незаконными путями китайский вид на жительство. И тогда она просто исчезала отовсюду, то есть она исчезала из статистики, она становилась просто китаянкой, гражданкой КНР, то, что она по-китайски плохо говорила, это никого не волновало, в Китае куча людей, которые плохо говорят по-китайски, будучи гражданами Китая, нас меньшинств много, и во многих случаях даже дети в таких семьях не знали, что мама когда-то приехала и бежала легально, ну, не всегда нелегально, естественно, бежала из Северной Кореи, потому что об этом, семье особо не разговаривали. То есть вот такие варианты, они тоже стали вот такой легализацией очень распространенными. Еще один, кстати, момент я хочу подчеркнуть, о котором просто не было случая сказать. До где-то середины нулевых года, до 2005-2007, может быть, чуть позже, китайские власти и китайское население в целом, хотя, повторяю, это в значительной части этнические корейцы, они относились к этим беглецам очень позитивно. То есть я просто помню, как я там с, всякими чиновниками китайскими, включая прокурорстик, разговаривал на эту тему. Прокурор там не помнится, это 2007-2008 год, говорит, ну что, мы звери, что ли? Мы понимаем, что там творится. У нас тоже в свое время такое творилось, и они нам, кстати, помогли. Действительно, во время китайского голода, в 60-е годы, в начале 60-х, многие из Китая бежали в Северную Корею. Северная Корея принимала беженцев, у них были лагеря для беженцев из Китая, два больших лагеря, им выдавали вид на жительство временный, обеспечивали работой, карточками, жесткая карточная система в Северной Корее. То есть, это все помнят. Со временем, конечно, стали относиться хуже, потому что это все явно уже не беженцы от голода, гастарбайтеры, но все равно в целом отношение китайцев к этим эмигрантам довольно хорошее. И даже сейчас, раньше было очень хорошее, в том числе и у властей. Так что, какая-то часть таким образом переехавших женщин, они легализуются. И, кстати, не только женщин. То есть, иногда возникают ситуации, когда, так сказать, кто-то в семье легализовался, потом шаг за шагом находились кому-то взятки, кому-то тут все, всем выдавали эти самые китайские виды на жительство, они как бы уже становились гражданами Китая. И иногда они въезжали, легально въезжали в Южную Корею, как китайские граждане. То есть, вот такой вот гражданин КНДР, прожив или гражданка, прожив в Китае Китае довольно много лет, незаконно, но, в принципе, получив де-факто китайское гражданство, заказывал паспорт, Китай с этим просто выезжал в Южную Корею, иногда решал остаться в Южной Корее. Один из вариантов. Кстати, еще один вариант. Вот для этих де-факто браков еще был такой вариант, что жена могла съездить в Южную Корею и получить там южнокорейский, формальный южнокорейский паспорт, который ее защищал от воеварения, а потом вернуться к мужу. Не обязательно муж переезжал. Если там хозяйство, понимаете, там эти самые кабанчики, коровки, участок большой, ну, что ей делать в Южной Корее, ей так в Китае хорошо. Но уже паспорт, он ее защищал от китайской полиции, от угрозы выдворения стран. Ну вот, значит, поэтому женщины просто из-за вот этой вот канала, через который по косвенным признакам, уж ладно, я много времени уходу, уже я не буду, немножко сокращу, как это примерно можно вычислить, способ есть. Получается, что где-то около половины женщин вот этим вот сожительством воспользовались. Надо сказать, что значительная их часть, я тут нарисовал довольно оптимистическую картину, и действительно таких хорошо живущих семей много. Я помню, как ты сказал мне тут по этому поводу, один знакомый кореец Китая, Китая, этнический кореец Китая, что, ну, сами понимаете, когда семья живет хорошо, об этом никто не знает, но живут и живут. Вниманием привлекают всякие некрасивые истории. Ну вот, значит, вот благодаря наличию вот такого вот канала де-факто гражданского брака с китайцами, женщинам легче пересидеть в Китае. Причем в этот брак многие вступают, ну, кого-то, как я уже говорил, затаскивают, кто-то добровольно идет на такой вариант. Очень многие сознательно исходят из того, что они вот так поживут год-два-три, а потом это как трамплин, а потом, поднакопив денег, они заплатят брокеру и уйдут на юг. Поэтому женщин больше. Вторая особенность, которая я уже упоминал, это сильнейшее преобладание среди беженцев, выходцев из приграничных провинций. Есть и еще несколько интересных особенностей. Это, например, весьма низкий образовательный уровень. Вот, если мы посмотрим на образовательный уровень беженцев в Южной Корее, то только 7% из них имеет высшее образование. только 7%. И еще 9% среднее специальное, то есть техникум. Это существенно ниже уровня в среднем по стороне. То есть, если мы посмотрим на миграцию времен холодной войны в Восточной Европе, в Советском Союзе, мы увидим, что там, в общем-то, это была миграция, во-первых, мужская, молодая, интеллигентская. В случае с Северной Кореи, это миграция рабочая, крестьянская, или, скорее, это миграция женская и это миграция достаточно сдвинутая по возрасту. То есть, подавляющее большинство людей, которые добираются и в Китай, и потом уже дальше в Южную Корею, это большая часть женщины, три четверти почти, и это люди с неполным средним или средним образованием, которые формально с точки зрения своего статуса в Северной Корее считались домохозяйками, а фактически являлись просто крестьянскими тетушками. Это вот такие особенности, которые надо иметь в виду. Да, я уже называл цифры 3000 долларов, ну, это вот цифры где-то с начала нулевых до примерно 2019-18-20-20-го годов, 3000 за просто доставку из некой точки в Маньчжурии до Сеула через посольство в Юго-Восточной Азии в Монголии, 10-15 тысяч это уже с фальшивым паспортом, комфортабельно. Так ехали те, у кого А, были такие деньги, Б, была необходимость. Ну, например, какую-нибудь старенькую бабушку тащить через кишащие крокодилами джунгли Лаоса, не очень-то реально. Так вот, 3000 долларов это все-таки очень большие деньги. Это были деньги, на которые заработать подавляющее большинство мигрантов не могло. Они не могли накопить на один день со своих зарплат. То есть, я знаю, случаи накопили, но это было очень долго, и это были очень везучие люди, и очень опытоспособные. То есть, в большинстве случаев оплату брокера, вот этого проводника, который организует групповой выезд нелегальный, эту оплату делал кто-то другой. А кто? Бывали разные варианты. Периодически большую помощь оказывали родственники, находящиеся как в Южной Корее, так и в других странах, включая, кстати, и Россию. Из России тоже помогали своим, российские корейцы помогали своим родственникам по другой схеме бежать из Северной Кореи на юг. Такое бывало. Это первый вариант. Но, пожалуй, куда более распространенным является вариант, скажем так, эмиграцией, как есть такой термин, цепная chain migration, то есть цепная эмиграция. Здесь то же самое. То есть кто-то из семьи первый отправлялся в Южную Корею. Человек приезжал, это обычно была мама. Она зацеплялась, хотя бы вали варианты, я знаю другие варианты, последовательно с каждой семьей решала сама для себя. она зацеплялась, перетаскивала детей, а потом мужа. Как получалось? Она зацеплялась, она получала подъемное пособие, о котором я чуть позже буду говорить, от южнокорейских властей. Оно потом было сильно сокращено, но она получала какую-то работу, не ахтикакую, чаще всего та же самая уборщица, посудомойка, но деньги, которые получают уборщица и посудомойка в Южной Корее, это уже не 50 долларов в Китае, а это уже за 1000 долларов в то время, а то и полторы. С этих денег она очень экономно жила, она накапливала деньги на оплату брокера и вывозила следующего члена семьи. Следующий член семьи если это были работоспособные в возрасте уже дети начинал работать и они копили вывоз следующий вот так шаг за шагом в течение нескольких лет вывозилась вся семья. Именно оттуда и находились деньги на оплату брокеров, потому что повторяю, даже скромный 3000 долларовый побег был честно говоря более чем дорогостоящим мероприятием. Дальше что? И так человек пребывал в Южную Корею. Что его там ожидал? Значит ожидали его следующие вещи. По прибытии в... Дело в том, дело в том, что с точки зрения южнокорейского законодательства это с самого недавнего времени и с точки зрения северокорейского законодательства сейчас чуть-чуть это изменилось буквально совсем недавно никакой другой Кореи нет. Республика Корея считает, что любой северокорейский гражданин является по определениям гражданином Южной Кореи. Поэтому, например, не ставится вопроса о праве на получение убежища. По прибытии в Южную Корею гражданину КНДР нужно просто доказать, что он является северокорейским гражданином. Последнее требование достаточно важно по одной простой причине. Дело в том, что периодически в Южную Корею по этому каналу пытаются заползти залезть этнические корейцы Китая, которые говорят на том же диалекте, что и жители северных провинций Северной Кореи, которые неплохо представляют, как устроена Северная Корея, потому что у них у всех есть там родственники, и с ними они и легально, и нелегально поддерживают контакт. И вот гражданин Китая, который, конечно, хочет овладеть южнокорейским паспортом со всеми возможностями, время от времени пытается пролезть к паспорту, выдавая себя за жителя, за гражданина КНДР. И вот, чтобы его отфильтровать, принимаются определенные меры. Но если ты гражданин КНДР, и, кстати, не всегда срабатывает, не всегда срабатывает, скандалы с этим были связаны. Так вот, если ты гражданин КНДР, то ты автоматически имеешь право на южнокорейское гражданство, теоретически, оно у тебя есть с момента рождения, но практически тебе все бумаги выдадут уже после прибытия в Сеул. И на, соответственно, получение довольно щедрого и стабильного пакета. Вот часто слышат разговоры, вот, беженцы там врут, потому что хотят получить убежище. Беженцы во многих странах, во многие беженцы, очень даже многие врут еще так, именно чтобы получить убежище. Но вот для северокорейского беженца в Южной Корее необходимости врать нет. В общем, теоретически, если Ким Чен Ын завтра со своей женой Соль Чжу и своей сестрой Ким Ё Чжон сядет на самолет и прилетит в Южную Корею, относиться к нему там уже большие неприятности. Но при этом он все равно будет иметь полное право на получение южнокорейского паспорта и вида на жительство. Потому что он, будучи гражданином КНДР, он гражданин Южной Кореи. С точки зрения Южной Кореи никакой Северной Кореи не существует. Это противозаконная организация, самопровозглашенная республика. Соответственно, все, гражданин КНДР значит наш. Итак, жители, и так вот, получив отказ, если они пытались, в Южно-Корейском посольстве в Пекине, где с ними, конечно, естественно, никто не разговаривал, добравшись до Юго-Восточной Азии, получив соответствующие временные документы на проезд, приезжает, значит, беженец, или скорее беженка, в Сеул. И начинается, начинается что? Начинаются два этапа. Да, сразу повторяю еще раз, чтобы не было ясности, отказать гражданину КНДР праве въехать в Южную Корею и праве получить там вот эти вот все ништяки невозможно, потому что это его право как гражданин республики Кореи. Значит, дальше. человек пребывает. Что происходит следующее? Во-первых, человек попадает сначала, естественно, к людям с добрыми, но усталыми лицами в штатском, то есть к разведку. У них есть центр, в котором проводится тщательнейший опрос беженцев. Они пытаются собрать максимум информации, что, естественно, делают и должна любая разведка в подобных ситуациях, опрашивая их, но большая часть беженцев никакой серьезной военной, стратегической, политической информации не имеет. Существует система премиальных выплат для тех, кто такую информацию может сообщить, но на практике эти выплаты получают очень немногие. Ну, что может рассказать тетушка, проработавшая поливодом в колхозе, в кооперативе? Имя бригадира это председателя колхоза, но она это и рассказывает. На этом, собственно, все. Кто там учителем был в школе и, как звали там, я не знаю, корову у соседей, коровой частного владения быть не может, но она как бы в такой специфической форме аренды сейчас быть может. Все. Значит, после этого беженец, пройдя вот это, так сказать, опрос в спецслужбах, в разведке, отправляется в специальный центр, который именуется Ханавон, где человеку начинают рассказывать о том, как нужно жить в Южной Корее. Речь идет о самых базовых знаниях. Объясняется, как работает Южнокорейское метро, как, что такое вообще банк и банкомат, правда, сейчас-то банки, банкоматы и банковские карточки в Корее и в Северной тоже появились, но до недавнего времени их не было. Немножко рассказывают там про демократию, но понятно, что лекции профессоров, ну не профессоров, преподавателей там политологии для большей части северокорейских крестьянок не слишком понятны и не слишком интересны. В общем, человек проходит подготовку, после окончания которой получает окончательно уже визы, получает документы и уходит в полноценную жизнь. При этом по прибытии полагается определенное пособие. Размеры пособия пересматриваются, чаще всего, кстати, последние десятилетия пересматривали сторону уменьшения, потому что беженцев все больше, а потребность политическая в них все меньше. текущие размеры составляют выходное пособие, это подъемные размером где-то в районе 6, примерно 7 тысяч долларов. Кроме этого, им полагается еще социальное жилье, не в собственность, когда-то очень давно им давали в собственное жилье, но это было очень давно. Сейчас им полагается на протяжении долгого времени, по-моему, около 20 лет, они имеют право на социальное жилье по почти символической арендной плате. Кроме этого, у них есть небольшое ежемесячное пособие, его достаточно на очень скромную жизнь, которая выплачивается на протяжении нескольких лет. Они имеют доступ к бесплатному образованию, то есть бесплатной медицине, а молодежь до 35 лет имеет право на льготное поступление в высшие учебные заведения. Вот и человек прибывает. Что происходит с ним дальше? Значит, дальше живи как хочешь. И вот тут начинаются проблемы. То есть навскидку где-то от третьей до половины приехавших, не знаю, первое, конечно, впечатление совершенно ошеломляющее. Не надо забывать, что разница в уровне жизни между Северной и Южной Кореей, если брать официальные северокорейские данные о собственном ВВП, именно, я не знаю, как они считают, я не знаю, как они ВВП считают, но они как-то считают, эти данные иностранцам передают, внутри страны не опубликуют. Получается, то есть не получается, последняя цифра, там было 1300 с небольшим долларов, да, в Южной Корее где-то около 34 тысяч, то есть там 25-кратный разрыв получается, 25-кратный, самый большой в мире разрыв между двумя странами, которые имеют общую сухопутную границу. То есть понятно, что когда, так сказать, человек, который всю жизнь считал, что каждый день есть чистый рис, это роскошь, обнаруживают, что вокруг все спокойно едят мясо, а мясо это вообще деликатес, даже сейчас, ну как сейчас, в конце 19-го года, когда ситуация улучшилась, существенно, потребление мяса в Северной Корее было где-то в районе 14-15 килограмм, то есть чуть больше килограмма в месяц, а раньше это существенно ниже, скажем, нулевые, там что-то порядка 5-6 килограмм всего, то есть полкило в месяц и меньше. И вот тут мясо сколько ешь, сколько хочешь, и у всех там машина, это, конечно, сносит грешу. Но довольно быстро, довольно быстро начинают обнаруживать беженцы, что у них есть серьезные проблемы, что в общем, по большому счету, по большому счету, они не могут приспособиться к южнокорейской жизни, что они могут заниматься только малоквалифицированным и неквалифицированным физическим трудом. Они очень часто воспринимают это как дискриминацию, действительно, дискриминации хватает, то есть, но во многих случаях у них просто элементарно нет необходимых навыков для того, чтобы нормально устроиться в южнокорейском обществе. Они не знают каких-то базовых вещей, практически никто из них, например, не умеет водить машину. Значительная часть не имела опыта работы с компьютерами. Компьютеров в Южной Корее, простите, в Северной Корее для такой бедной страны довольно много, но все-таки в сельской глубинке женщина средних лет вряд ли с ним умеет обращаться и так далее, и так далее. То есть в итоге начинаются проблемы, связанные именно с тем, что они занимаются не очень квалифицированным трудом. Во-вторых, но это еще, кажется, не все проблемы, есть и реально вполне, скажем так, нормальная дискриминация. То есть постоянно сталкиваешься с ситуацией, когда за одну и ту же работу, я просто, так сказать, была такая довольно известная штука, человек просто вспоминает, как будто он приехал и обнаружил, что ему за абсолютно такую же работу, как и южнокорейцам, платят существенно меньшее деньги. Почему? Ну а потому, что ты северокорейец. Разумеется, это, так сказать, хорошему отношению совершенно не способствует. Значит, дальше, что, какие еще вещи бывают, эти самые бывают. Начинаются серьезные проблемы с тоской по родине. То есть, люди начинают думать о том, как, что у них там происходит с семьей оставшейся. Они боятся, что семью могут репрессировать. Хотя, сразу скажем, что, по большому счету, эти страхи, в общем, не очень актуальны. Сейчас, даже если человек как-то занимается какой-то политической деятельностью, семью, как правило, в лучшем случае, могут выслать из Пхеньяна. То есть, каких-то серьезных репрессий против семей сейчас нет. Единственная проблема, что у семей очень часто вымогают деньги. Потому что налажена система нелегальная абсолютно переводов денег из Южной Кореи в Северную. То есть, если ты хочешь перевезти деньги своей семье, ты это делаешь. Это делается абсолютно нелегально. Ты переводишь деньги в Китай. В Китае брокер, занимающийся такими операциями либо физически, я просто знаю некоторых людей, лично знаю, которые организовывали, либо физически деньги передаются в Северную Корею. То есть, человек получает деньги в Китай на счет, а денежки потом наличностью с курьером отправляются легально, полулегально, нелегально, по-разному в Северную Корею. Либо второй вариант. Участвует в этом корейский, проживающий в Корее, имеющий там право на ПМЖ, ведь на жительство, гражданин Китая, такие и есть, их 5000 человек. Они все очень богатые, в том числе из-за таких операций. И тогда получается, что деньги переводятся на счет живущего внутри Кореи, в Северной Корее, китайца, на его китайский счет, а он, соответственно, деньги передает получателю. Комиссионные огромные, то есть, в лучшие времена 20%, сейчас уже близко к 40%, но все равно переводят деньги, переводят деньги. В общем, из-за этого, кстати, всякое местное начальство, включая и политическую полицию, очень часто выдавливает взятки из семей тех, у кого, из тех семей, у кого кто-то, как они знают, бежал на юг, потому что они исходят из того, что этот бежавший будет им деньги, скорее всего, посылать. Но это часто по стилю жизни видно. Была какая-то бедная семья, вдруг там дочка исчезла, и вдруг там денежки появились, сразу возникает понятно, в общем, даже не подозрение, а уверенность, ясно, что произошло. Так вот, люди начинают чувствовать себя достаточно плохо, и где-то, так сказать, от 30 до 50%, годика через 2-3, поняв, что, так сказать, им трудно завести связи, они ничего не понимают, они видят, что у них довольно большие проблемы с карьерным продвижением, просто дискриминация, они начинают жалеть о том, что они приехали, это вот такой следующий период. Кто-то пытается даже бежать назад, то есть вот из 2020 году был депутатский запрос в разведку, который курирует все правосы беженцев, и они сказали, что ими подтверждено 20, 29 случаев, когда человек, бежавший сначала с севера на юг, бежал обратно. 29 случаев, и повторяю, тогда их было порядка 30 тысяч беженцев, ну вот, сколько там получается, 29 из 30, какая-то даже очень такая хорошая круглая цифра, 1 десятая процента, что ли, да, вроде бы получается, да, сейчас сообразим, да, 1 десятая процента. Иногда дело доходит до того, что, да, в некоторой правде надо сказать, что тут с одной стороны есть вероятность, что часть побегов не учтена, потому что примерно 700 бывших, так сказать, граждан КНДР просто потеряны, неизвестно, где они находятся, сведений о местонахождении у южнокорейских властей нет, то есть, может быть, кто-то из них тоже бежал, а с другой стороны, какое-то количество бежавших, это не разочарованные беженцы, а сотрудники северокорейской разведки, которые, так сказать, выполнили поставленные перед ними задачи и поехали домой получать ордена, такое тоже есть, так что, какое-то количество реально бежавших неизвестно, но еще дойдет на десятки, на десятки. Есть иногда совсем неожиданные ситуации, совсем тройные побеги, пока таких тройных побегов зарегистрировано пять случаев, человек бежит сначала из севера на юг, на югом разочаровывается или семья тоскует, бежит обратно на север. Да, очень важно, на севере вот эти обратные победы с десятых годов стали как бы приветствоваться, то есть раньше, так сказать, человека были бы неприятности, сейчас тоже неприятности, но очень часто для него организуют тур лекции, там он рассказывает о том, как плохо все в Южной Корее, кстати, не рассказывает обычно, что Южная Корея бедная страна, рассказывает, что она может и богатая, но не для вас, но где-то это даже правда, только естественно преувеличенная, потому что любая пропаганда она работает лучше всего, когда в ней есть элемент правды. Но человек, значит, повторяю, бежали, известно, пять случаев, когда человек сначала себе кореец бежит на юг, ему там не нравится, он бежит обратно на север, ему там опять не нравится, он опять ухитряется бежать на юг, значит, такой тройной побег, пять случаев зарегистрировано, вот, значит, но по большому счету большая часть все-таки приспосабливается, причем сейчас у меня отношение к вопросам их адаптации более активистическое, чем буквально пять-семь лет назад. Мне раньше казалось, что, ну, там статистика была, действительно, и зарплата у них была чуть ли не в два раза меньше, и все, но последние статистические данные показывают, что это вроде бы уже и не совсем так, как раньше, и разрыв зарплаты между беженцами, и зарплата средней зарплата беженцев и средней по стране сильно сокращается, и недовольство звучит меньше, но это и понятно, почему. Дело в том, что, повторяю, большая часть беженцев это люди, прибывшие совсем-совсем недавно, последние 15-20 лет. Вот 5-10 лет они привыкали к новой жизни, сейчас привыкли, они кто-то, кто-то начинает как-то даже получать важные навыки, они понимают, как это работает, наоборот, у них начинает появляться вот это вот свойство эмигрантов, энергично вцепиться, так сказать, в пять земли и по ней вперед продвигаться, обходя местных, которые, все дано, они там, соответственно, не спешат. То есть, общее отношение улучшилось, и уровень, и разрыв между беженцами с севера и рядовым между корейцам, хотя остается большим, хотя дискриминация существует, но это все подиконечку снижается, сокращается. Что еще надо сказать? Надо сказать, наверное, что все, о чем я говорил, я, если вы заметили, очень часто говорил 2019-2020 год. Дело в том, что перемены начались очень серьезно еще в начале 2010-х, а уж примерно с 2020-го они усилились. Дело в том, что Ким Чен Ир, второй правитель из династии Кимов, он правил страной, соответственно, с 1994-го до 2011-го год, это сын Ким Ир Сена и отец нынешнего правителя Ким Чен Ина, он, судя по всему, достаточно спокойно относился к побегам за границу. Он вообще, так сказать, старался, по-видимому, не делать слишком резких движений, вот как оно идет, так оно и идет. И, а вот его сын Ким Чен Ир, который правит страной с декабря 2011-го года, судя по всему, считает сохранение изоляции страны от внешней информации одной из важнейших задач, крайне важной для сохранения политической стабильности. Ему хочется направить страной до своей старости и передать власть по наследству. Вот у него уже доченька есть, он и всем показывает. Вот уже, так сказать, следующий Ким, четвертый, уже появился. Появился. И чтобы это было, конечно, нужно сохранять стабильность. Чтобы сохранять стабильность, желательно сохранять ситуацию, когда население Северной Кореи знает как можно меньше о том, насколько страна все-таки беднее всех своих соседей, в особенности Южной Кореи. Поэтому при Ким Ченене начался, скажем так, сильный ремонт той стены информационной блокады, которую построили вокруг Кореи. И среди всего прочего, с самого своего момента прихода к власти Ким Ченен занялся тем, до чего руки у Ким Чен Ира и Ким Ир Сена никогда не доходили. Ну, при Ким Ир Сене это особо и не нужно было. А именно инженерным оборудованием границы с Китаем. То есть на протяжении первых лет 2010-х годов, ну, в 2013 году я после пар лет там не был там, я приехал и удивился, там уже везде шла колючая проволока. Были с китайской стороны, но по настоянию с северокорейской стороны. Было построено на всем протяжении границы были построены пробовочные заграждения, установлены камеры наблюдения и датчики движения. Одновременно начинается существенное усиление охраны с северокорейской страны. Строится заграждение, увеличивается количество войск, причем, поскольку вечная проблема это подкупность, подкупность пограничников, которые в были времена за сотню долларов, в наше время за несколько тысяч долларов, это большие деньги, но делиться-то надо, готовы, так сказать, закрывать глаза на побег, соответственно, начинается ротация. Кроме того, вот эти вот камеры наблюдения, которые в огромных количествах сейчас понатыканы с северокорейской стороны, они контролируются из центров, которые располагаются в десятках километров. И если раньше пограничник, получив там свои пару тысяч долларов, мог там половиной поделиться и даже больше с начальником, который делился со своим начальником, и все смотрели, куда надо, и не смотрели, куда не надо, то сейчас это уже невозможно, потому что камера есть, и кто там оператор где-то у экрана сидит, и этого и знать невозможно. Это тоже затруднило. В общем и целом, уже с начала 2010-х годов начинается заметное снижение количества побегов. Пик был перед самым приходом к власти Ким Чен Ына, это, как вы помните, чуть более двух с половиной тысяч в год. К концу 2010-х, к началу пандемии, количество побегов сократилось до примерно одной тысячи в год. Это существенное сокращение. Причин несколько. Одна из причин заключается, конечно, в том, что усилиями Ким Чен Ына в то время в стране проводилась весьма успешная экономическая политика, политика, которую я обычно называю политикой реформ без открытости. В стране улучшилось экономическое положение существенно, в том числе и в глубинке. Я вот, собственно, в приграничных районах в 2018-м году был не только с китайской стороны, но и с северокорейской, конечно, улучшение будет. Конечно, бедное. Все очень бедное по нашим меркам, но существенно лучше, чем раньше. И, соответственно, у людей, поскольку жить стало лучше, стало меньше мотивов для того, чтобы и бежать. Но главное все-таки не это, а главное то, что технически бежать стало трудно. Граница с Китаем все больше и больше на замке. Причем по-настоящему где-то уже в 2020-м году, то ли перед самой эпидемией ковида, то есть на ее первом этапе, северокорейские власти стали строить уже настоящую, серьезную, сплошную линию инженерных заграждений. Не заграждения на потенциально опасных участках, где бродать, там, где легко перейти, а на всем протяжении границы. К настоящему времени с корейской стороны, с северокорейской стороны, вдоль границы идут два ряда проволочных заграждений. Участки, часть участка, видимо это будет все, но пока только часть под током, с контрольно-следовой полосой, да еще камеры, да еще датчики движения. Кроме этого, повторяю, построены заграждения и на китайской стороне. Времена, когда практически в любой точке границы можно было спокойно подойти к пограничной реке, они миновали. И соответственно, когда началась пандемия, когда ударными темпами по-стахановски началось строительство этих заграждений, да еще сверху этого, были введены очень жесткие ограничения на движение внутри страны в Северной Корее, да еще сверху этого китайцы тоже усилили контроль, потому что они вовсе не хотели, чтобы северокорейцы шастали туда-обратно. В результате количество побегов сократилось с тысячи до нескольких десятков, там где-то было 60-70 человек в год, два года подряд. И только сейчас, с ослаблением контроля, они, побеги опять, количество убежавших уже стало опять измеряться, там порядка 200 человек было в 2023 году. Однако ж, надо помнить, что значительная часть тех, кто в 2023 году бежал в Северную Корею, спросите, в Южную Корею и Северной Кореи, в значительной их часть это люди, которые реально уже давно покинули Север. То есть, физически они находились в Китае, многие из них прожили в Китае 5-10-15 лет и просто решили перебираться на Юг, влагом по праву рождения, они имеют право на южнокорейское гражданство и довольно заметные социальные льготы. Так что, реально, среди них количество людей, бежавших, очень невелико и все чаще бегут люди экзотическими вариантами, то, значит, на корабле, то пытаются пересечь границу уже непосредственно с Югом, то еще что-то. В общем, судя по всему, вот эта эпоха массовых побегов, относительно массовых, которая привела к тому, что вот 30 тысяч человек, это вообще, говоря, что-то порядка 1,1% всего населения Северной Кореи, всего населения, КНД, это же побольше, 15 сотых процента, перебралось на Юг. Вот эта вот эпоха побегов в общем подходит к концу. Что будет дальше, посмотрим. Вот так. субтитры, Продолжение следует...